Полгода назад я снял на своём канале видео на тему того, как умер Бравл Старс или почему он потерял популярность. Но за эти полгода всё резко изменилось. Бравл не то что не умер, так ещё и возвращает былую популярность, несмотря на блокировку и не очень правильные решения со стороны разработчиков. В этом видео мы разберём, как Бравл Старсу удалось подняться с колен и узнаем, сбылись ли мы предсказания, высказанные полгода назад, насчёт будущего игры. И начнём мы с момента, на котором мы остановились в том видео. Июль 23-го года. Первое обновление после этого момента вышло в сентябре, которое оказалось самым провальным по активности за всю историю Бравл Старс. Среди нововведений были только гиперзаряды, которые многие игроки не оценили. Потому что, во-первых, они есть далеко не для всех бойцов, и это до сих пор актуально, потому что сейчас в игре только 18 гиперзарядов. А во-вторых, эти гиперзаряды стоят очень много монет, когда их и так не хватало из-за нёрфа наград в предыдущем обновлении. Затем, в конце октября, вышло цирковое обновление. После того, как разработчики облажались с уменьшением наград в клубной лиге, они решили заменить её на мега-копилку, заявив, что мега-копилка будет давать больше наград. Но, как потом оказалось, разработчики и с этим облажались, поскольку в ней наград ещё меньше, чем в клубной лиге даже после нёрфа. Получается, эта обнова тоже должна была быть провальной, но на графике мы видим, что активность показывает себя лучше, чем на момент двух предыдущих обновлений, несмотря на то, что с этим обновлением в игру толком-то ничего и не завезли. А самые внимательные заметили, что пик активности пришёлся не на момент выхода обновления, а на несколько недель позже. Как же так получилось? Всё дело в том, что именно в этой обнове разработчики сделали продолжение лора Старпарка, то есть лора самой игры, что впоследствии породило кучу теорий. Например, большой ажиотаж вызвало это видео с Леоном без капюшона, ведь мы знаем его уже 5 лет, но ни разу не видели его настоящий облик, и разработчики нам его показали. Фрагменты записей с камер Старпарка стали вируситься в ТикТоке и в других соцсетях, некоторые даже распилили на мемы. Например, этот фрагмент с Джеки собрал миллионы просмотров и впоследствии породил тренд, в том числе и в русскоязычном сегменте. Естественно, благодаря этому игрой стали интересоваться не только старички, но и те, кто никогда в Бравл не играл. Активность увеличилась даже в России, где Бравл Старс заблокирован. В начале декабря Нус Прокси не выдержал и испытывал проблемы с долгой загрузкой матчей, из-за того, что через их DNS сервер одновременно играли 40 тысяч игроков. То есть уже на этот момент было видно увеличение активности в игре. И, наконец, вышло зимнее обновление, которое получилось самым успешным за 23 год. В этом обновлении, как вы знаете, добавили режимы 5 на 5, бесплатного персонажа, вингстрики, а также удалили хрома кредиты и сделали Бравл Пасс платным. Это обновление понравилось большинству, что доказывает не спадающая по сей день статистика популярности. Совсем недавно, во время выхода Бравл Пасса в честь лунного нового года, подбор просто лег. Гейм-лидер Фрэнк заявил, что количество одновременных игроков превысило ожидания разработчиков, и сервера просто не выдержали такого наплыва. Оказалось бы, всего лишь вышел новый сезон Бравл Пасса, а вместе с новым сезоном Ларри и Лорри вышли в общий доступ. Но что же делать, если тебе не хватает кредитов на нового персонажа, либо же ты просто хочешь купить новый Бравл Пасс? С этим тебе поможет сервис Мама Шоп с одними из самых низких цен на рынке. Обычный Бравл Пасс и Бравл Пасс Плюс можно купить за 899 и 1199 рублей соответственно. Разработчики пофиксили донат по тегу, но ты все еще можешь получить Бравл Пасс Плюс без входа в аккаунт, если после покупки подождать 24 часа. И в качестве бонуса за покупку без входа ты заплатишь меньше. А если у вас уже активирован Бравл Пасс, то вы можете купить лимитированные акции с бонусными гемами, чтобы купить акции со скинами Лонного Нового Года. Но эти акции есть не у всех, поэтому будьте внимательны и всегда читайте описание перед покупкой. Оплата происходит без комиссии при помощи СБП, а надежность сервиса подтверждена сотнями отзывов. Переходи по ссылке в описании или закрепленному комментарию и успей воспользоваться акциями, ведь время на них ограничено. Кстати, геймлидер Фрэнк в последнее время часто делится информацией о текущем онлайне. 8 декабря в день Бравл Толка за 1 час было запущено 3,5 миллиона матча в Соло ШД. 12 декабря, в день обновления и пятой годовщины релиза Бравл Старс, одновременный онлайн составлял полтора миллиона человек. 6 января количество одновременных игроков на самой низкой точке было больше, чем онлайн второй по популярности игры в Steam. На тот момент это была Дота 2. А 20 января 2024 года было сыграно в три раза больше матча, чем в этот же день год назад. Время, которое один человек проводит за игрой, увеличилось на 25%. Ежедневный онлайн стал самым высоким за всю историю Бравл Старс, не считая Россию по понятным причинам и Китай, поскольку у них свои сервера. И в конце Фрэнк поясняет, что до 24 февраля Россия составляла огромную часть игровой базы Бравл Старс, что я неоднократно говорил в предыдущих своих видео. Далее Фрэнк упоминает, что сейчас появилось столько же новых игроков, сколько во время пандемии COVID-19 в марте-апреле 2020 года. А на минуточку, именно в это время был самый высокий пик популярности Бравл Старс за всю историю его существования. Удержание игроков на 30 дней также увеличилось и является самым высоким с февраля 2019 года. А этот же показатель для вернувшихся игроков является самым высоким за все время. А еще помните, полгода назад я показывал вот такую картинку, где видно, что Хайдей на тот момент за месяц заработал больше, чем Бравл Старс. Сейчас же доход Бравла увеличился в разы и даже обогнал Клэш Рояль. Что же на это повлияло больше всего? Давайте разберем, по моему мнению, три основные причины подъема популярности. Самой главной причиной я считаю возвращение Лора Старпарка, поскольку это сыграло важную роль в привлечении новых игроков в игру. Ведь те же самые тренды в ТикТоке собирали миллионы просмотров. Следующим по важности я считаю добавление режимов 5 на 5, поскольку теперь можно собираться группой из пяти человек и играть вместе, что для такой компании несомненно плюс. Да и в целом это наконец-то нововведение в геймплей и просто фаново играть в этот режим. Ну и бронзу по важности у нас занимают события сообщества, которые побуждают игроков играть в игру для получения бесплатных наград и усилений. Итак, общую картину развития событий за последние полгода вы теперь знаете. А сейчас мы обсудим вещи, которые я предсказывал полгода назад. Начнем мы с того, что в конце видео про то, как умер Бравл Старс, я сказал, что если Суперсел решат добавить эволюции, как в Клэш Рояле, то игра еще больше упадет в активе. И это предсказание сбылось. Разработчики действительно добавили эволюции, то есть гиперзаряды, сделав самое провальное обновление. Еще я краем упоминал Бравл Пасс за деньги и именно то, что если бы его нельзя было изначально купить за гемы, то комьюнити бы такое решение не одобрило. Но сейчас, как мы знаем, Бравл Пасс платный и благодаря бафу бесплатных наград это изменение приняли в том числе и фри-то-плей игроки. Но и последнее предсказание это то, что режимы 5 на 5 могут стать эксклюзивным режимом для клубной лиги. Сейчас, как мы знаем, клубную лигу удалили, а режим 5 на 5 появляется на выходные. И сейчас в честь ивента он доступен каждый день. Кстати, в текущем ивенте тоже можно увидеть, как поднялась активность в игре. Если раньше мы еле-еле пытались набрать 4 миллиарда киллов, то сейчас уже набираем 16 миллиардов. Да, конечно, с учетом удвоения при игре в команде. Но, как мы знаем, большинство все-таки предпочитает играть в ШД, либо с рандомами. Да даже Браулифай, который мониторит бои, сейчас в ШД показывает индекс активности почти переваливающий за 600. Когда полгода назад этот индекс еле двадцатку набирал. Ну и под конец Фрэнк заявил, что обновление в конце февраля будет первым крупным обновлением года. То есть нам предстоит ждать чего-то глобального. Судя по дорожной карте, сейчас у разработчиков в планах реворк силовой лиги, реворк трофеев и общее улучшение геймплея. Например, добавление новых режимов и модификаторов. Также разработчики все еще хотят улучшить социальное взаимодействие в игре. Кстати, нам еще обещали рамки профиля, получаемые за славу. А еще Фрэнк написал, что в игру могут добавить ползунки громкости и возможность выбора музыки в меню. Что же нам все-таки подготовили разработчики, мы узнаем в следующем Бравл Толке, который выйдет 24 февраля. А это была история о том, как Бравл Старсу за последние полгода удалось подняться с колен и вернуть былую популярность. Напиши в комментариях, что думаешь по этому поводу и не забывай про лайк и подписку на канал. А также мой телеграм, где регулярно выкладываются новости, связанные с Бравл Старсом. На сегодня у меня все, до скорых встреч, пока!